Теперь смотрите, препятствия в личной жизни, препятствия в работе. Человек научился ходить, блок пробил уже. Говорит Олег Геннадьевич, я блок пробил, все нормально, на работе лучше не стало. Что это значит? Это значит, ты идешь и мысленно думаешь, все, я иду устраиваться на работу, или я иду замуж. То есть я иду туда, где препятствия, я прямо настраиваюсь на это, слушаю лекции, желаю всем счастья, слушаю духовную музыку, то есть в позитивном настроении иду прямо туда, где у меня препятствия. Допустим, я не могу диссертацию защитить на работе, не могу устроиться в институт, экзамены не могу сдать, не могу, допустим, жить в Сочи. Это тоже препятствие какое? Бывает три разных препятствия. Вот это вот блоки, когда все что-то мешает, мешает препятствия, препятствия, не могу жить в Сочи. Хорошо, иди и думай об этом. Сначала пробей блоки в организме, а потом дальше уже в судьбе начинай пробивать своим движением. Препятствия будут уходить из жизни. Они будут, ну, будет все легче гораздо. Понятно? Да, вот когда Солнце поднимается вверх, то чистка организма более качественная идет. Когда Солнце опускается, то она тоже есть, но менее качественная. То есть Солнце помогает чистить качественный организм. То есть если до 12 часов чистку делаешь, любое, даже с 3 утра можно это делать, то идет качественная чистка. Но как это происходит? Если ты, допустим, с 3 до 5 побегал утра, то бегать будет легко. Напряжения никакого не будет. Чувствовать будешь себя классно, но и чистка не будет слишком глубокой. Если ты бежишь, допустим, на подъеме Солнца, там, допустим, там уже 8, 9, 10 часов утра, то бежать будет тяжелее. Пусть будет тяжелее, но чистка будет более такая глубокая. Поэтому тем, кто начинает бегать, допустим, лучше бегать рано-рано утром, потому что легче бежать. Легко, свободно, хорошо. А если ты уже тренированный, можешь чуть попозже уже бегать и пробивать блоки с помощью Солнца, активного уже такого. Чем активнее Солнце, Солнце тоже чистит динамическое напряжение, но это называется пассивная чистка уже. Пассивная чистка не означает кверху попом лежать на Солнце. Это наоборот, ты как бы засоряешь организм. Для того, чтобы чиститься Солнцем, надо идти на Солнце на открытом. Снять шапочку и идти на открытом Солнце. Но чистка Солнцем, она уже более глубокая и жесткая, чем чистка движением. Поэтому, если вы набегались в тени, то потом дальше можете начать бегать на Солнце или ходить. Я этот эксперимент провел в Израиле, когда жил. Вот сейчас я там, Солнце поднимается, и все сильнее. Там было уже жарко, месяц назад, когда я там был. И я там пробежал вот свои пять цилиндров, час пятьдесят на ярком Солнце. Вот здесь мы сейчас пробежались, и как бы, я так понимаю, там где-то на таком Солнце, как здесь. Если бы мы на Солнце бегали, мы в тени бегали, поэтому там особой чистки Солнцем не было. Но если бы мы пробежали на Солнце, я думаю, что я бы Солнцем прочистил за все время бега где-то два психических цилиндра. А там в Израиле, на том Солнце я прочистил три с половиной за пять цилиндров бега. Это очень много. Солнце просто вот так мне распирало голову, просто заходило там, все чистило очень сильно. А потом я еще на Солнце постоял в воде, оно еще почистило. А потом, пока дошел домой, уже пять психических цилиндров Солнцем я прочистил. Понимаете? Но это тренированным людям, потому что не тренированные люди, они от Солнца уже начинают. Вот у меня два молодых парня со мной бежало вместе. Они в шапочках даже были. Но все равно они как бы на солнце, на ярком пробежали, и Солнце их почистило, и они не выдержали нагрузки. И поэтому одного из них мы уже к воде вели под ручки. Ну то есть он такой уже... То есть Солнце... И потом мы его положили в воду, как бы прямо возле бережка, он отошел, и пошел купаться. Ну то есть почему я не боюсь об этом говорить? Потому что если человек длительное движение совершал, у него никогда не будет солнечного удара, потому что у него уже тренированное тело. Что такое солнечный удар? До блока, до динамического Солнца дошло, и не может пробить. И дальше памс, и человек теряет сознание. И у него там воспаление начинается. Почему? Потому что очень массивная энергия зашла, и организм просто не выдержал этой энергии, и вот так произошла... Перегрузка произошла. Понятно? А если человек бегает, то Солнце никогда его не перегрузит, оно не сделает... У меня всегда сложная переносимость Солнца всю жизнь. Но из-за того, что я начал бегать, потом начал бегать на Солнце, я сейчас... Ваше Солнце здесь сочинское для меня вообще ноль. Да? Ношу внутри себя. Нет. Но вы можете брать, если хотите. Согласен. Тогда можно без воды. Отлично, да. Я за час пятьдесят пробежки теряю два килограмма. Я потею даже зимой, я весь мокрый становлюсь полностью. И пью только потом. Много пью, но только потом. Также динамическое напряжение чистится еще в парной. Лучше всего влажный пар. Он мягче чистит. Но мы теперь говорим о пассивной чистке. Есть активная чистка с помощью движения, есть пассивная чистка. Пассивная чистка тоже нужна для тех людей, кто двигаться не может. Понимаете? Это уже парная. Я расскажу, как с помощью парной чистить организм тоже. Чуть попозже. Вам интересно или скучно? Я вам расскажу чуть попозже. Хорошо? Есть пассивная чистка. То есть можно с детьми, ну как, здесь ребенка на себя надела и пошла. Двойня что ли? Вы знаете, у нас в Питере, когда мы бегали, я помню, одна женщина, она бегала с коляской. То есть она взяла коляску и бежит. Она так бегать сильно с нами хотела, что бежала с коляской. И потом парни по очереди начали эту коляску, вот эта там сидит, и она носится с ним. И чистила цилиндры с коляской там нормально. И второго в коляску тоже. Они близнецы что ли? А, четыре. Ну а что, нет мужа что ли? На работе? Ну? Видите, закрытый стадион по центру посадил, игрушки даешь и бегаешь. А есть еще беговая дорожка. Посадила рядом и бежишь по игровой дорожке и им с ними курлыкаешь. Беговую дорожку можно всем. Просто, чтобы эффективно было именно с природой, ну в Сочи это не проблема. А вот в Сибири, допустим, зимой может быть минус 30, там уже не побегаешь особо. Ну, при таких экстремальных температурах бегать не надо. Надо бегать в спортзале. Но потом, после спортзала можно выйти и вся энергия природы в тебя сосется. А еще можно бегать на балконе. Но обязательно надо понимать, что если нет открытого пространства, значит, лечения не будет. Потому что энергия природы всасывается только, когда над тобой открытое небо. Если неба нет, значит, ничего и всасываться не будет. Поэтому можно на балконе есть такие виды беговых дорожек, которые просто носятся на руках, они плоские. Взяла, положила на балкон, пробежала и потом занесла, поставила за шкаф и все. Есть беговые дорожки, не плоские, допустим, они, конечно, дешевле, но открыла все окна и, по крайней мере, хоть как-то очищать организм будешь. Все равно, то есть, это касается особенно пожилых людей, у которых, есть люди, которые вообще не могут бегать и ходить, у них координация нарушена, тогда есть такой эллипсоид, ноги вот так вот крутятся и еще руками вот так держишь. Я пробовал на эллипсоиде с закрытыми глазами вообще отлично можно, даже не видеть и просто идет чистка динамическая или на беговой дорожке. Но для тех, кто хорошо координаты еще держит, у меня у мамы, допустим, она по улице не может ходить, ей 75, она падает там на улице, у нее координация уже нарушена, иногда падает. Так она на беговой дорожке у меня шурует и отлично тоже как бы восстанавливается от этого. Походила на беговой дорожке, вышла на улицу, энергия вся вошла. Все. Женщины боятся собачек некоторые, тоже значит беговая дорожка. А если у человека суставы больные, он даже уже не может двигаться много, значит эллипсоид. Он так, там такое движение, что на суставы почти нагрузки нет. И можно суставы лечить тогда длительным движением. На все вопросы ваши я ответил. теперь переходим дальше. Мы с вами разобрали только один вид напряжения, связанный с желанием жить или с ощущением вечности. Если человек думает, блин, я что-то жить не хочу, значит у него динамическое напряжение. Понятно? На пятом психическом цилиндре жить не хочу. Там желание жить глубже всего находится. Значит длительная ходьба и ты опять хочешь жить. Все нормально. Следующее называется желание знания или движение знания, энергии знания. Энергия знания приносит человеку определенный вид осознанности, счастья. Когда он все знает, у него внутри спокойно становится, все виды беспокойств, чувство несправедливости, когда человек чувствует несправедливость, обиду, беспокойство, это все нехватка энергии знания. Что происходит с человеком? Приходит время и нехватка энергии знания приходит в организм. Это в результате судьбы может происходить. И у тебя повышается чувствительность, сравнимость ко всему. Ты чувствуешь, что тебя все беспокоит, раздражать начинает. Это может быть близкий человек, могут быть дети, может быть работа, раздражает. Это уже не то, что ты работать не хочешь. Ты хочешь работать, но тебя все там раздражает. Понимаете? Или у тебя обида на близких, на родственников, на друзей, на знакомых. Гнев возникает. Хочешь всех порвать, хочешь всем доказать правду. Это статическое напряжение. Это уже другой вид напряжения. Это нарушение движения энергии знания. И оно не лечится длительным движением. Это можно лечить только с помощью неподвижного положения тела. И также энергия знания лечится с помощью деревьев, потому что деревья не двигаются, они стоят. И они копят в себе эту энергию терпения и спокойствия. Если у тебя терпения и спокойствия много, значит, у тебя нет таких блоков в организме. Если ты чувствуешь, что тебя раздражает, то раздражает все обидчивость, ранимость, нетерпение того-то, сего-то, пятого-десятого. Все это в психике вызывает чувство неприязни, чувство раздражения, отчаяния, даже не отчаяния, не отчаяния, а раздражения, гнева, обиды, неприязни. Вот так вот. Это статическое напряжение. Или нехватка энергии знания. Что это статическое напряжение делает с телом? В теле оно вызывает жар повышенный, воспалительные процессы. Это может быть, допустим, воспаление желудка, воспаление печени, воспаление поджелудочного железы, допустим, желчного пузыря, простуда, горло воспалено. Тоже это может быть статическое напряжение. В личной жизни вызывает обиды, скандалы. Когда вы ругаетесь с близким человеком, это статическое напряжение. Вы ругаетесь, чувство несправедливости. Как ты мог так вообще поступить? Я же твоя жена. Или он, да что ты ко мне пристал? Ты меня задолбала уже, истеричка. Это все статическое напряжение. Понятно? Как в работе это выражается? Все надоело, все неприятно, все плохо, хочу уйти с работы, мне здесь не нравится. Это статическое напряжение. И бывает плохой период, человек все не нравится на работе, но когда плохой период проходит, ему уже все нравится. И он не может понять, почему. Или понимает, как-то себе это объясняет, но на самом деле причина – это судьба. Люди часто рушат свою жизнь, просто не очищая свой организм. Нет причины. Ну то есть, они думают, что причина такая, то на самом деле мы почему-то начали ругаться сильно, и поэтому расстались. А почему вы начали ругаться? Потому что накопилось статическое напряжение, а вы его не умеете очищать в организме, вас никто не научил, и поэтому вы становитесь вот такими несчастными, замученными. Когда человек стоит 12 минут, прямо, он чистит один психический цилиндр. Если стоять час, прямо, прочищается весь организм. Статическое напряжение снимается с организма быстрее, чем динамическое напряжение, и быстрее накапливается. То есть, соответственно, можно по часу стоять хоть каждый день. Ну то есть, если час простоял, то через два дня опять он накапливает статическое напряжение. Опять надо час стоять, чтобы снять его. Если у человека хронические воспалительные процессы, допустим, печень воспалена, почки, воспаление легких и так далее, тогда уже просто стоять тебе не поможет. Нужно стоять возле деревьев, потому что деревья чистят статическое напряжение глубже, серьезнее и основательнее. Когда человек чистит свой организм при неподвижном положении тела, то он копит разные виды терпения. Когда человек стоит просто, он учится терпеть. Ну что значит терпеть? Вот начальник ругается матом, ты его не переносишь, а переносить его невозможно, потому что он дебил. Поэтому единственный способ это научиться терпеть. Неподвижное положение тела стоя тогда, положение тела стоя человек выбирает, и он терпит начальника со временем. Понятно, да? Второй вариант. жена ругается. Она не дебил, она хорошая, но она очень чувствительная. И тебе как-то с ней надо справиться. Но жену терпеть бессмысленно, ты же с ней всю жизнь живешь, надо как-то по-другому, надо ее принять. Вот для того, чтобы принятие усилилось, для этого надо стоять на коленях. И у меня один знакомый, он и молился там, и бегал, и что только не делал, и принять жену не может, уже задолбался, и вдруг на лекции он понял, что для того, чтобы принять жену, надо стоять на коленях. И он встал на коленях и начал молиться по часу в день, каждый день на коленях. И он почувствовал, что он принимает жену. А когда он почувствовал, что он не может полностью принять, он еще час стоял на коленях по второму кругу и уже принимал точно. Вот. Ну, то есть, он такой был счастливый, он начал всем советовать только на коленях молиться, только на коленях. Вот. Почему? Потому что так ему понравилось. И все его знакомые тоже на коленях начали молиться. Кому надо, кому не надо, все подряд. Ну, просто он всех вдохновил, потому что у него это получилось, ему помогло. и так принятие это стоя на коленях. Следующее положение тела, когда ты с коленей опускаешься вниз, получается поза алмаза. Спина прямая, сидишь в позе алмаза. Другой эффект наступает. Это когда ты не просто терпишь и принимаешь, а ты отодвигаешь от себя напряжение, раздражение, неприятность какую-то отодвигаешь от своей жизни. Вот, допустим, у тебя неприятность с соседями. Они тебя задолбали. Ты в позе алмаза начинаешь молиться и чувствуешь, что от тебя дальше эта ситуация. Ну, допустим, соседка там орет, а тебя это уже не волнует. От тебя это дальше уходит от твоей жизни. Дальше это уходит. Тебе как бы не сильно это напрягает, беспокоит. То есть ты отодвигаешь это от своей жизни. Понимаете? Соседская собачка покакала под дверью, а ты вообще не замечаешь. У тебя все нормально. Ты звонишь ей в квартиру и говоришь, уберите, пожалуйста, свое. И та идет спокойно убирает. Вот. Вернее, не свое, а своей собачке. на пятках сидим. Как на пятках? Вот так. На корточках, что ли, на пятках? Пользовался на пятках можно сидеть тоже. Ну, старайтесь. Не обязательно, что прямо прямая, но старайтесь. Ну, если на пятках, то она чуть-чуть уже подсогнутая, конечно, тяжелее. Старайтесь. Если вы совсем согнулись, то это уже не поза алмаза. Ну? Как правильно стоять? Ну, встал и стоишь. Вот смотрите, обнимать надо мужа, а к дереву надо стоять спиной. И смотрите, не перепутайте, к мужу не надо стоять спиной, а к дереву обнимать, а наоборот, надо к дереву спиной, потому что там позвоночник, и лечение идет через позвоночник, а мужа обнимаете, а к дереву спиной. Точно так же выбирать дерево. Чтобы выбрать дерево, надо вставать спиной, а чтобы выбрать мужчину, надо вставать к нему лицом. Понятно? Разобрались? Все, отлично. Не хватает терпения, видите, у машины. Это статическое напряжение, неподвижное положение, ее надо остановить. И тогда у нее закончится. Ладно. Все хорошо, вы эту тему уже поняли. Теперь дальше поехали. А можно сказать, можно, надо смотреть. И когда ты бегаешь, лучше всего слушать лекции или ходишь. А когда стоишь, лучше всего молиться. Потому что молитва увеличивает концентрацию внимания. И стоять тоже увеличивает концентрацию внимания. А когда бежишь, когда стоишь, включается разум. Разум побеждает судьбу. Это способность концентрироваться, включать волю, решимость. А когда бежишь, включается ум. И думать легче. Допустим, ты лекцию слушаешь в это время. Понятно, да? Теперь дальше. Вот смотрите. Когда у вас статическое напряжение становится очень сильным, оно выходит за пределы блоков и начинает распространяться по всему организму. по всем цилиндрам. Это значит, что тебе плохо и раздражает все на свете. У тебя жар в теле, ты спишь вечером, и тебе жарко спать, ты не можешь спать нормально, даже зимой. Вот. У тебя воспалительные процессы по всему организму. Аллергии начинаются. Непереносимость пищи, непереносимость рекордс, кожные болезни. Это все означает, что статическое напряжение распространилось уже «да не хочу». Вот. И какой очень сильный признак того, что статическое напряжение очень сильно распространилось. Два признака главных. Это одновременно тебе жарко спать и очень холодно на улице, в воде тебе. Обычно люди, у которых сильно распространилось статическое напряжение, они переносят воду. Вот даже сейчас, допустим, кому вода в море сейчас все равно очень холодная еще. Поднимите руку. Есть такие? Вот это значит, что у вас статическое напряжение. Вот вы правильно подняли, у вас точно статическое напряжение. Это не значит, что как бы уже пора помирать. Это значит, что нужно выбрать правильную тактику. Когда вот есть такое сильно жарко спать, ты не переносишь, очень сильно нервничаешь, ну в очереди стоять вообще не можешь. Это тоже признак сильного перегрузки уже статическим напряжением. Человек не может даже просто стоять. Вот он в очереди встал и он не может стоять. Ну сколько там вообще? Ну то есть у него уже чувство несправедливости, то есть это значит статическое напряжение очень сильно выраженное. Он в море заходит, его колбасит, все такое, все купаются, нормально, а мне что-то ненормально. Вот. Это значит, что у вас скопилось статическое напряжение внутри. Больше ничего не значит. Как быть? Для этого нужно выбрать следующую тактику. Статическое напряжение в данном случае не вылечится деревом или неподвижным положением тела. Во-первых, потому что ты это не вынесешь просто так долго стоять. Тем более, возле дерева тебя вообще заглючит. Там ты встаешь, тебя аж колбасит начнет. Вот. Поэтому тактика такая, когда статическое напряжение вышло из берегов, то человек должен начало его чистить пассивно. Пассивная чистка означает чистка водой. А так как ты не можешь заходить в море, то ты набираешь ванну 28 градусов. 28 градусов это вода, которая не холодная, не горячая. она чувствуется просто вот ты лежишь как будто ни в чем. И человек, когда ложится в такую воду 28 градусов, первое ощущение, что хочется сделать пожарче или похолоднее. То есть ему кажется, что вот как-то некомфортно лежать в такой воде. Это означает началась чистка. Вот лежи, терпи. Можешь лекцию послушать там или помолиться. Ну то есть если ты в холодной не можешь, тебе колбасит, а в горячей тебе не надо, потому что и так перегрет. Поэтому остается какая вода? Ни холодная, ни горячая. Если можешь похолоднее, лучше чистится организм. Еще холоднее, еще лучше, сильнее, качественнее чистится. Допустим, у меня слушатели моих лекций в Москве вообще зимой стояли в проруби. И мы узнали, что через них я узнал в прошлом году, что для того, чтобы прочистить пять психических цилиндров, нужно в проруби стоять пять с половиной минут всего. А если ты будешь лежать в воде 28 градусов, то тебе надо лежать 50 минут в 10 раз больше. Потому что в воде 28 градусов организм чистится за 10 минут один цилиндр. Ну то есть если у тебя блок другими словами на третьем, а ты лежишь всего 20 минут, значит ты никогда его не вылечишь. Для того, чтобы его вылечить, надо хотя бы 30 минут лежать. А если у тебя блок на пятом психическом цилиндре, значит тогда тебе даже и 40 минут не поможет. Тебе надо лежать 50. Понятно? И если такая ситуация тяжелая со статическим напряжением, можно в ванне хоть каждый день вечером перед сном, потому что статическое напряжение копится в вечернее время. И как статическое напряжение влияет на сон, как динамическое напряжение влияет на сон. Динамическое напряжение разбавляет весь сон, он становится поверхностным сон. А статическое напряжение не дает человеку заснуть, он ложится позже спать. Если вы ложитесь позже спать, не можете уснуть, значит у вас статическое напряжение. И статическое напряжение, когда становится очень сильным в организме, ему курить человеку не хочется, ему хочется пить. Ну, в смысле, не воду, а что-то другое, горилку. Поэтому все пьяницы, у них статическое напряжение, это значит, что они не переносят, не терпят, обижаются, и поэтому он постоянно жалуется, мне плохо, все козлы, раз выпил, лучше все стали, начал петь. Вот почему? Не потому, что у него блоки эти статические прошли, а потому, что он их перестал чувствовать, ему так хорошо стало, что он аж запел. Вот это и есть алкогольное опьянение, человек перестает чувствовать блоки статические, и чувство несправедливости у него пропадает, и он такой, о божественном просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Вот. Ну, то есть, это какая жизнь? Это жизнь самоубийства, потому что блоки-то копятся, а ты их не чувствуешь. И чем больше ты так выпиваешь, тем больше они копятся, и в конце концов человек уже становится, у него психическое тело становится полностью блокированным, и он вообще ничего не соображает, он когда синдром отмены приходит, то есть, утром с похмелья, его просто трясет, колбасит, он не может ничего терпеть, переносить, на которой к какой-то стадии он уже не может жить с женой, не может работать, и идет на улицу, просто там побирается. Вот. Это значит, что человек себя запустил уже, дальше некуда. Ну и так, если статическое напряжение очень сильно накопилось, значит, лежим в ванне две недели каждый день, допустим, да, или неделю каждый день, потом чувствуешь, каждый день уже не можешь лежать, и чувствуешь, что надо в воду похолоднее, значит, делай похолоднее. Если вода 24 градуса, то уже за 9 минут идет очищение цилиндра, а если вода 22 градуса, это комнатная температура, это уже прохладная вода, а от нее уже холодно, то чистится за 7,5 минут один психический цилиндр. Если ты в холодной воде пролежал 5 цилиндров, дальше согрейся, не выходи из ванной, включи горячую, согрейся, потом выходи. Ну, долго не лежи в теплой, немножко просто, чтобы согреться. Когда ты уже пролежал и можешь в холодной достаточно лежать, то дальше можешь уже вставать и начать стоять. Тебе уже можно будет стоять, ты будешь чувствовать, что ты выдерживаешь, не двигаться. А потом, когда ты научился стоять, постепенно доводи свое стояние до часу. И когда ты уже до часу можешь стоять, потом дальше вставай возле дерева. Если ты стоишь по часу, можно вставать, стоять так два раза в неделю, и ты, в принципе, все статическое напряжение из организма будешь выводить. А если ты по часу возле дерева будешь стоять, то тогда ты пролечишь глубокие проблемы, глубокие обиды, вот эти детские обиды, всякие травмы, ты пролечишь в своей психике. Потому что эти глубокие обиды означают просто статическое напряжение. А если ты молиться еще в это время, будешь славить Господа, о чем мы поговорим на третьей лекции, то тогда вообще будет круто. У тебя будет очень хорошее пролечивание организма, и ты будешь прекрасно просто себя чувствовать в жизни. Теперь еще кое-что. Запомните, что между вот этими чистками, то есть есть кроме статического напряжения, есть энергия вечности, это длительное движение, есть энергия знания, это неподвижное положение тела, есть еще энергия настроения или любви. Когда человек портится настроение, он чувствует все хреново, все плохо, ничего, как бы счастья нет в жизни, это значит, что копятся токсины в организме. У тебя энергия любви нарушила, у тебя копятся токсины, копится лишний вес, копятся инфекции хронические, копится, а потом дальше после лишнего веса идет доброкачественная опухоль, а потом идут злокачественные опухоли. Если у тебя лишний вес есть, жди доброкачественных опухолей. Если есть доброкачественные, жди злокачественных. Если у тебя есть лишний вес, жди коронавируса также, потому что токсины в организме идут от лишнего веса, а лишний вес и токсины приводят к тому, что иммунитет портится, и вирусные хронические инфекции наступают в организме. То есть это идет от плохого настроения. Вот чем отличается раздражительность от плохого настроения? У меня на самом деле было хорошее настроение, ты мне его испортила. Ну то есть это раздражительность. А плохое настроение, это плохое настроение, это всегда никто не использовал, просто все хреновое. Понятно, в чем разница? Итак, есть три состояния, крайние состояния. Первое состояние – страх. Страх означает динамическое напряжение. Это нарушение энергии вечности. Страх – страх смерти. Чувствуешь смерть, вечность нарушена. Второе состояние – это гнев или обида, или чувство несправедливости. Вот это второе состояние. Это энергия знания. И третье состояние – это отчаяние, плохое настроение. Это означает, что у тебя копятся токсины в организме. Третье состояние – лечиться с помощью постов. Вот это самое сложное. Легче всего статику убирать, статическое напряжение, тяжелее динамику и тяжелее убирать токсины или плохое настроение. Это лечится с помощью поста на воде, и это самое сложное. Почему? Потому что 12 часов поста – один психический цилиндр. А пять психических цилиндров – два с половиной суток поста. Но это самое сложное и самое классное, потому что если ты, допустим, имеешь токсины в организме, то это является предрасположенностью к злобкачатым опухолям. И когда человек, допустим, два психических цилиндра или три, где у него токсины, на каком цилиндре, мы разберемся, чистит, допустим, то он может избежать злобкачатой опухоли. А если она уже есть у него, то он тогда плюс чистки к постам добавляет еще длительное движение. И тогда уже точно не будет. Если не запущенная ситуация, или он рак, допустим, вылечил операцией, боится рецидива, он начал поститься и длительно ходить, и перестал есть мясо, рыбу, которые предрасположенность к опухолям вызывают, то тогда у него прекрасно будет все восстанавливаться. Представляете, как меняется жизнь, если правильные вещи делать в жизни? Вот многие люди не могут вместе жить, потому что ругаются. Надо в ванне лежать, возле деревьев стоять. Конечно, это фанни, прикольно. Неужели поможет? Однозначно. Вот поднимите руку, кто вот начал лежать в ванне, стоять возле деревьев, и легче стало общаться с близким человеком. Даша, с каким близким человеком? У тебя же пока никого нет. С мамой? А, я понял. Хорошо. Я думаю, может, близкий человек уже у Даши появился. Здорово. Нет, застеснялась все, застеснялась. Ладно, хорошо. Даша просто мой секретарь, она мне составит расписание поставлянное, живет в Сочи. Представляете? Пришла на лекцию ко мне. Я очень рад. Поэтому мы с ней шутим. Да. Конечно. Пал чему нет. Но только недолго. Какое-то время может быть три, а потом уже нет. Потому что все заканчивается, когда три напряжения. Надо что-то лечить уже. Я хотел бы вам рассказать одну вещь. Есть определенное правило, с чего начинать. Вот, допустим, точно не надо начинать с бега или с ходьбы. Почему? Потому что, запомните, самое первое напряжение, которое надо убирать из организма, это статическое напряжение. Поэтому сразу начинайте с ванн, с теплых. Потому что, может быть, даже вы и стоять не сможете возле дерева, или просто у вас могут быть сильные блоки. Начинайте с ванн. Сделайте так, чтобы у вас это статическое напряжение ушло. Вот представьте, вы ругаетесь каждый день с женой, у вас все плохо, у вас стресс, как бы чувство несправедливости зашкаливает. Проблем нет. Ну, то есть, в это чувство несправедливости побеждаются просто водой. Стоишь в воде, и все, и у тебя все проходит. Представляете, как можно побеждать судьбу легко? Конечно, я и молитвы читал, и все прочее, но это другая тема. Я просто не дал своей психике сгореть. Понимаете? Вот. И это очень классно, когда ты знаешь, как это все делать. Знаешь, что делать, это супер же, правда, можно жить нормально. Вот. То есть, начинайте с воды. Если вы можете лежать в более холодной, лежите в более холодной. Еще очень классная вещь, это когда ты уже потренировался чуть-чуть, ты берешь и статику, и динамику, лечишь пассивно одновременно. Это баня. То есть, ты берешь бассейн, встаешь в нем и стоишь примерно 40 минут. Потому что обычно в бассейнах там просто комнатной температуры вода, они не парятся. Ну, сами не парятся, парятся посетители. Вот. Поэтому они не нагревают обычно и не охлаждают этот бассейн. Просто вот какая есть, такая есть. И вы вот в этой, допустим, воде где-то 40 минут стоите, 4-5 психических цилиндров отстояли в воде. Потом идете, лучше всего, хамам или русская баня. Влажный пар должен быть. Ложитесь туда. Не надо стоять, сидеть, потому что дисбаланс температуры идет. Надо ложиться. И лежите долго. То есть, если вам жарко, открывайте дверь чуть-чуть, пускай заходит воздух. И лежите примерно тоже 40 минут. Примерно 10 минут в парной будет чиститься один психический цилиндр пассивно. Динамическая чистка. То есть сначала статическую чистку сделали, потом динамическую. Чистку сделали и закончили. Опять водичкой поставили 70,5 минут. Один цилиндр прочистили и свободны. Ну, то есть, получается, на все про все где-то полтора часа, час сорок примерно. Прекрасное просто будет восстановление здоровья. Если совсем плохо жить, можно два раза в неделю так в бану ходить. Но ничего не перепутайте. Господи, дай мне, пожалуйста, тонкую талию и толстый кошелек. Смотри, не перепутай. Понимаете? Этот тонкий кошелек с толстой талией уже в жизни не так пошла. Вот. Значит. Итак, не надо начинать с парной и заканчивать бассейном. Это неправильная баня. Правильная – это когда начали с бассейна, хотя и неприятно. Хочется сразу в теплое, потом в холодное, потом опять. Надо начинать с холодного. И то же самое, если вы хотите очищать организм правильно, прочистите сначала статическое напряжение. Потому что если у вас статическое напряжение или жар в теле очень сильный, а когда человек бежит, он разогревает жар в теле, увеличивает жар. И получается жар на жар, получается перегрев. Особенно еще летом, если вы бегаете. Понятно? И у вас все болеть, воспаляться начинает. Но если вы начали чистить себя с воды или со статических упражнений, с деревьев, тогда супер. Да, насчет статических упражнений. Есть еще такая поза бабочки. Мы на позе алмаза остановились. Поза бабочки увеличивает у человека доброту, принятие людей. Вот я, видите, какой добрый. Я в позе бабочки сижу. Вот когда у нас будет через два дня ретрит победы над судьбой, тоже приходите, это будет очень незабываемый и очень важный опыт в жизни. Но необычно. Вот я сижу, стопы вместе, колени в росте, чуть-чуть под согнутая спина. Это поза бабочки. Это очень крутое упражнение. У женщин улучшает возможность зачатия. Ну, то есть, прочищаются вот эти женские как бы дела. У мужчин как бы тоже классно чистится тоже организм. У всех людей увеличивается спокойствие в психике, гармоничность, возможность нормально, по-доброму общаться с людьми. Есть еще сложное упражнение поза лотоса или позе лотоса. У человека увеличивается концентрация внутренняя. Он терпит сосредоточенность, умеет терпеть сосредоточенность. Это нужно для тяжелой работы, там, программистам всяким. Или, допустим, человеку надо экзамены сдавать, он позе лотоса сидит, молится, и у него сильная концентрация внимания. Он способен очень глубоко понять суть вопроса. И следующее статическое упражнение вот так вот подходит женщинам, которых всех задолбал, которых все задолбали. Называется скрученная поза. Человек, когда в ней сидит, он чувствует, что его никто не трогает, и он тоже никого не трогает. Ну, допустим, девушка работает продавцом там или где-то в большой фирме, от людей страшно устает, и она сидит по утрам в скрученной позе, вот так, нога за ногу, вот так. Приходит на работу, никто ее не замечает, она никого тоже не замечает. Классно? Ну, то есть увеличивается вот энергия такая, что пространство внутреннее у человека, и никто не заходит в это пространство, в результате вот этого положения тела. Итак, начинаем со статического напряжения, сначала вода, потом неподвижное положение тела, потом возле деревьев неподвижное положение тела, потом начинаем бегать или ходить. Лучше ходить по 4 часа. А потом, если прочистили статику, динамику, то начинаем тогда посты делать. Понятно? Про посты расскажу завтра подробнее, потому что сегодня уже и завтра расскажу также про болезни разные, которые лечатся тоже вот этими нагрузками. В частности, допустим, давление, вот у женщины давление, она мне сказала, у вас статическое напряжение, динамическое, на третьем психическом цилиндре сразу два напряжения. Это означает, у вас давление трудноизлечимое, хроническое давление. Поэтому надо начинать с теплых ванн, по 50 минут лежать раза три в неделю, потом дальше переходить на неподвижное положение тела. Вы стоять не сможете неподвижно, сейчас тоже внимание для всех, информация важная. Вы стоять возле дерева не сможете, поэтому есть еще способ пассивной чистки возле дерева. Покупайте туристический стульчик раскладной, брезентовый, садитесь на него и спиной к дереву, и чистка происходит пассивно, то есть вы расслаблены, никакой аскез не совершает, дерево вас очищает. И оно будет чистить вас 18 минут один психический цилиндр, то есть час 40, вы сидите возле дерева, два раза, допустим, в неделю, и у вас начинает пролечиваться давление. Для того, чтобы лечить давление именно, подходят такие деревья, как липа, слива и осина. Для каждой болезни, каждого вида болезни подходят свои деревья, это целая наука. Она простая, сейчас вам расскажу. Если вы хотите лечить суставы, подходят клёны. Если вы хотите лечить позвоночник, подходят дубы. Если вы хотите лечить психику, подходят липа и осина. Если вы хотите лечить женские гормональные функции, то подходят тополь, береза и ива. Если вы хотите мужские гормональные функции лечить, то подходят сосна. Если вы хотите лечить психические заболевания, то липа и осина. Если вы хотите лечить внутренние органы, то ива, допустим, желудок, печень, органы пищеварения, то ива подходит. Если вы хотите лечить почки, то подходят липа, ольха и клён. Ещё что вы хотите лечить? Если вы хотите лечить щитовидную железу, то подходят яблоня и слива. Если вы хотите лечить депрессию, подходят все фруктовые деревья. Для того, чтобы лечение было эффективным, дерево должно быть толстым. Ну, не меньше 40 см. Если чем толще, тем быстрее и лучше лечение идёт. Если дерево там 2 метра нашли в ширину, вообще супер будет лечение. Кедр? Кедр. Вот все хвойные деревья. Платан тоже хвойные? А что это? Мне фотографии принесите. Значит, смотрите. Хвойные деревья лечат онкологию и вирусной инфекцией, и бактерий. И вообще все инфекции, иммунитет лечат хвойные деревья. Рак лечит хвойные деревья. Под каждую опухоль своё дерево. Как определить? Встаёшь, если у тебя рак, встаёшь к дереву спиной. Если тебе легко и хорошо становится возле какого-то хвойного дерева, значит, оно может вылечить тебе злокачественную опухоль, если ты будешь ещё кое-что кроме этого делать. А именно, паститься на воде и их кадить, длительную ходьбу совершать. И перестать жрать мясо и рыбу. А? Ну, завтра мы поговорим про болезни. Так слишком много информации. Аллергия находится на втором психическом цилиндре. И надо два блока чистить, сразу два. Это неподвижное положение тела или вода и плюс длительное движение. И тогда будет лечиться аллергия уже. Понятно? Ну, начинать с воды надо именно. Море лечит. А соль, небольшая солёность, как в чёрном море, чуть-чуть лечит динамическое напряжение. Но я экспериментировал с водой в Мёртвом море. Там соли настолько много, что если ты заходишь вот на такую глубину, то можно лежать, не касаясь дна. И если себе ещё надувную шапочку под голову, то вообще просто расслабляешься. Супер. Такая вода лечит и статическое, и динамическое напряжение одновременно. А если ещё солнце светит, ты динамику ещё солнцем лечишь. А грязи лечат так же, как вода, статическое напряжение. Но если ты в них сидишь, вот в грязи прямо, то статика лечится хорошо тоже. Ну? Пальмы тоже лечат статическое напряжение в организме, так же, как другие деревья. Эвкалипты — это как мужская уже энергия, не женская. То есть это онкологию там лечить, иммунитет поднимать. Но эвкалипты — это особый вид деревьев, которые улучшают пищеварение. Ими хорошо лечить анемию, и любые глубокие нарушения, авитаминозы какие-то там, вот хорошо лечить эвкалиптами. И так же такими деревьями, как кедры, хвойными такими, кипарисы, тоже хорошо лечить анемию и нарушение пищеварения, когда у человека плохо всасывается пища в организм. Вот это дерево, оно будет лечить психические заболевания, такие как шизофрению, будет успокаивать человека, лечить нервную систему. Вот аневриты все вот эти вот, это вот супер будет лечить. Невриты, нервную систему, психические заболевания. Платан. Каштан будет лечить пищеварение, болезни суставов, ну, в основном пищеварение. Это нарушение работы печени, поджелудочной железы. Платан, вот это, кстати, почки еще будет лечить тоже. Почек, почки. Дуб, позвоночник, суставы, нервную систему тоже будет лечить. Да? Она не во все поверит, садитесь, но вы можете спокойно ее посадить в ванну или заставить вместе с ней ходить в бассейн, начать плавать. Если у ребенка статическое напряжение, а не у взрослого человека, она ее будет тянуть к воде. Потому что чем отличается взрослая от ребенка? У взрослого человека уже нарушена адаптация в организме. Он не знает, что ему нужно. А у ребенка не нарушено. Вот если у ребенка, допустим, волевые блоки, ему нравится бегать, двигаться, а если статическое напряжение, его тянет сильно к воде. Понятно? Сидеть просто в воде каждый день и убирать это статическое. Потом дальше, ну, садить ребенка возле дерева. Просто книжку почитать. Посидеть возле дерева. Не надо объяснять ребенку, что это лечение. Просто я хочу с тобой возле деревьев посидеть, чтобы зарядиться энергией природы. Вот так вот. Понятно? Очень важно понять, что есть, допустим, аутисты и ДЦП и аутизм. Что такое аутизм? Аутизм — это статическое динамическое напряжение, которое находится на пятом психическом цилиндре. Но поражает именно психическое тело человека. А ДЦП — это статическое динамическое напряжение, которое находится на пятом психическом цилиндре, и поражает именно грубое тело человека. То есть ДЦП напрягает тело, а аутизм напрягает психику. И лечится оно статикой и динамикой, соответственно. Начинать надо со статики. То есть аутистов и ДЦПшников надо сначала в воде держать. И в грязях. А потом дальше и возле деревьев. И можно вообще, знаете, есть еще пассивное лечение деревьями с помощью того, что вот когда, если ты прямо все целое дерево целиком срубаешь, ну, отрезаешь просто бревно. А аутисты ДЦП — это что такое? Это липа и осина. Два варианта. Вот эти деревья. Вот срезаешь и кладешь под кровать. В ногах основание дерева, в голове верхушка. И если это расстояние не будет больше 40 сантиметров от тела ребенка, то ребенок просто лежа и спя на таком дереве будет лечиться аутизм. То есть будет статика, статическое напряжение прорабатываться. А потом, когда оно проработается, нужно дальше уже пытаться ребенка отдать, допустим, бассейн, плавание. То есть у него и статика, и динамика будет прорабатываться, когда он плавает. А потом можно дальше начать с ним длительную ходьбу на беговой дорожке практиковать. И постепенно вылечивать человека таким образом. Но именно если вы до пятого цилиндра все будете убирать, тогда в этом случае уже будет интеллект восстанавливаться. Да? Эпилепсия — это тоже статическое и динамическое напряжение на пятом психическом цилиндре. Начинать с ванн, потом сидеть возле деревьев, такие как липа и осина, потом дальше длительное движение на четыре часа. Вы идете, и ребенок за вами идет. Тогда просто можно ребенка как бы двигать, ножки, ручки длительно, вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok